Ребенок любого возраста вправе выражать свое мнение по всем семейным вопросам, которые затрагивают его интересы. А вот будут ли учитывать суд мнение ребенка при разводе, об этом и не только расспросим нашего гостя Виктор Денисов, адвокат адвокатской палаты Хабаровского края. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Как мы понимаем, в нашем законодательстве у нас нет такого понятия, как совместная там опека, обоюдная опека. То есть в любом случае, если два взрослых человека принимают решение расторгнуть свой брак, так или иначе придется решать, с кем остается ребенок и кто будет с ним проживать постоянно, а кто будет только лишь ходить в гости, забирать в гости. Ну, естественно, да. Кроме того, недавно было определение Верховного суда Российской Федерации, где четко было указано, что недопустимо, чтобы ребенок проживал на два дома, потому как это вредит его психике. И действительно, у нас законодательство, оно в первую очередь предлагает родителям самим договориться. Причем это соглашение даже не должно носить нотариальную форму, просто люди договариваются о всех условиях по воспитанию дальнейшему и в том числе месту проживания ребенка. Но если уже не получается договориться, тогда да, идем в суд. Ну, когда вот люди решили развестись, какой пакет документов им нужно собрать, если у них есть дети? Ну, вы знаете, пакет документов не сильно отличается от другого бракоразводного процесса. Единственное, что здесь присутствуют, соответственно, свидетельства о рождении детей. Ну, иногда еще судьи просят документы, подтверждающие проживание ребенка с одним из родителей. Как то, допустим, выписка по квартирной карточке, либо билеты, допустим, если улетел один из родителей с ребенком. Там тоже бывает вот такое. Ну, а как долго могут длиться вообще судебные разбирательства? Особенно в том случае, если, например, каждый из родителей претендует на то, чтобы ребенок остался жить с ним. Я знаю, что это до полугода и до года. Какие сроки есть? Очень долго. Я скажу вам так, что полгода это, наверное, минимум, который возможен в этой ситуации. Дело в том, что при разрешении такого рода вопросов требуется очень часто познание психологов, познание педагогов, познание экспертов в части детского поведения. И очень часто экспертиза только одна может длиться порядка трех месяцев. Плюс, если, как обычно, суд ушел в отпуск, допустим, опять же, кто-то из сторон не явился, то есть год это вообще легко. Мы уже сказали, что мнение ребенка, это, конечно, не последняя вещь вообще, это касается любого жизненного вопроса. Но все-таки, учитывает ли суд, видимо, не в любом возрасте ребенок может изъявить свое желание и высказать свое мнение так, чтобы оно было действительно услышано и принято к сведению? Ну да, смотрите, у нас 57-я статья Семейного кодекса переплетается в этом плане с Конвенцией по правам ребенка 89-го года, в которой сказано, что каждый ребенок способность формулировать свое мнение, то есть с того момента, как он формулирует свое мнение, а здесь, опять же, психологи подключаются, которые говорят, да, он способен свое мнение формулировать. Так вот, каждый такой ребенок имеет право быть заслушанным в суде, его мнение подлежит учету. С 10 лет у нас суд обязательно должен учитывать мнение ребенка. Так, вот все-таки чаще суды оставляют ребенка с матерью, наверное, это так действительно правильно, но в каких случаях все же отец может быть основным опекуном? А, смотрите, здесь у нас еще одна архаика такая вступает в дело, да, это Декларация прав ребенка 59-го года. Вот, шестой принцип ее гласит, что малолетний ребенок может быть разлучен с матерью только при наличии каких-то исключительных обстоятельств. То есть, для того, чтобы малолетний ребенок, а по российскому законодательству, это до 14 лет, у нас проживал с матерью, да, с отцом, прошу прощения, то необходимо наличие каких-то исключительных обстоятельств. Либо то наркомания, да, матери, не дай бог алкоголизм, еще какие-то, да, зависимости, то есть, либо совершение противоправных действий в отношении ребенка, преступлений, ну, еще ряд, то есть, законодатель не дает исключающий список вот этих обстоятельств исключительных, они могут быть разными в каждом индивидуальном деле, это свои обстоятельства. Ну, что ж, вот только что говорили о том, что мнение ребенка может быть учитано в суде, если ребенок сам говорит, что я хочу остаться жить с папой, в таком случае могут ли оставить его, например, с отцом? Есть оговорка, мнение ребенка учитывается, если это не противоречит его интересам. То есть, мнение ребенка обязательно должно быть учтено, но если суд сочтет, что, да, ребенок говорит, я хочу быть с папой, а папа у нас, к сожалению, наркозависимый, к сожалению, судимый неоднократно находится под административным надзором. Ну, это если мы рассказываем плохие ситуации, давайте просто два обычных гражданина, которые ведут здоровый образ жизни, они применили решение развестись, мама хочет стать ребенком с собой, ребенок говорит, что хочет остаться с отцом. В таком случае суд имеет право не слышать ребенка и оставить его с мамой. Вот про такую ситуацию. Да, не алкоголики, не наркоманы, просто обычные люди. То есть, может ли мнение ребенка стать решающим, если у обоих есть адекватные условия жизни ребенка, условия для развития, с родителями все хорошо? После 10 лет, тогда, когда учет мнения уже обязательный, я думаю, что да, это будет играть очень важную роль. Но все-таки не забываем о том, что до 14 лет у нас по закону, по вот этой декларации прав ребенка 59-го года, все-таки невозможно разлучить его с матерью. И поэтому Фемида будет априори стоять на стороне матери. Скажите, пожалуйста, мы так поняли, что все равно, так или иначе, окончательную точку в вопросе, где будет, с кем жить на постоянной основе ребенок, ставит суд? Да. То есть, в любом случае родителям придется идти в суд? Ну, если они не достигли соглашения, конечно. А если они сами договорились, то как тогда решается этот вопрос? Прекрасно решается. Вы прописываете это на листе бумаги формата А4, идете к нотариусу для того, чтобы... Я бы рекомендовал все-таки нотариально заверить, да, достигнутое согласие, чтобы оно имело большую юридическую силу, и все, и вы исполняете его. Можно договориться, все зафиксировать на бумаге, и тогда просто люди разводятся и соблюдают те договоренности, которые достигнуты. Ну, а куда прийти можно проконсортироваться, например, ну, чтобы вот люди помогли? Приходите ко мне, Ленинградская, 28, 419 офис. Буду рад всех услышать и увидеть. Да, вся информация сейчас есть на ваших экранах, все контакты, можно позвонить по телефону, можно прийти непосредственно на личный приют. Спасибо вам большое. Виктор Константинович, напоминаю, что в гостях был Виктор Денисов, адвокат Адвокатской палаты Хабаровского края. Продолжение следует...